Чистую проиграл второй раунд. Звучит гонг. Итак, уже ясно нам, что победу в этом поединке одержал французский боксер Рашид Буаита. А Бикташ Абубакиров из Казахстана закончил свои выступления на Олимпийском ринге. Второй поединок первого дня соревнований боксеров. Также весовая категория до 54 килограммов. В красной форме боксер из Корейской Народно-Демократической Республики Йонг Джил Хо. В синей майке и в светлых трусах американец Захир Рахам. Буквально с первых же секунд боя очень активно и агрессивно действовал американский боксер. И он уверенно набирал очки. Его удары были точные и очень эффективны. 9-1, таков счет первого раунда. Второй раунд был поспокойнее, более равный, что ли. Но, тем не менее, американец все равно его выиграл со счетом 6-2. Ну и сейчас, вот видите, счет 16-3. Идет третий раунд. Заканчивается первая минута. И уверенно боксирует 19-летний американец Захир Рахам. Хочу отметить, что, как правило, в американской сборной на Олимпийских играх молодые боксеры. Я помню, даже были молодые совсем мальчишки, 17-летние. Ребята, которые выигрывали турниры, такие популярные турниры в Америке, «Золотая перчатка». И добивались права попадать в сборную страны. И, конечно, стремились выиграть Олимпийские игры, потому что победа на Олимпиаде – это путевка на профессиональный день. Многие олимпийские чемпионы, американцы, затем становились профессионалами, добивались выдающихся успехов. Фрезер, Форман, Мухаммед Али, Патерсон и многие другие. Американец очень легко ведет бой. Разнообразная тактика, но очень эффектный у него прямой правой. Вы знаете, как-то он очень хорошо ловит соперника на кондоатаках, и удары его, как всегда, именно прямой правой точнее. Вот видите, счет 18-4, хотя внешне как будто бы даже боксер из КНДР активнее. Он все время идет вперед. Вот сейчас, правда, он нанес точный удар прямой правой челюсть, однако компьютер этот удар не засчитал. Последние секунды. Ну, зал, естественно, поддерживает своего боксера. Слышите, традиционный клич американских болельщиков USA, USA и Захир Рахам побеждает боксера из Корейской Народной Демократической Республики. Это уже счет 94. Рефери, аргентинец Бейсбал. Он, знаете, ведет этот поединок, как лучших традиций профессионального бокса. Он, в общем-то, почти не мешает боксерам, очень редко останавливает поединок. Вот что такое, вы знаете, вот видимая активность корейского боксера, однако удары его не точны. И, как говорят стрелки, удары приходятся в молоко. Знаете, как в стрельбе есть такой термин. Ну что ж, уверенная победа американского боксера Захира Рахама, представителя легчайшей весовой категории. Ну, мы, как мы и ожидали, собственно, американцы, бесспорно, должны удачно выступить на своем родном ринге. И они, кубинцы и российские боксеры, бесспорно, одни из главных на победы в своих весовых категориях. Ну, это только начало длительного боксерского пути. И это наш первый репортаж о боксерском турнире. Мы с вами, конечно, будем очень часто встречаться. И я уверен, мы с вами увидим много-много интереснейших, захватывающих поединков на Олимпийском ринге. Итак, победа американца Захира Рахама. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...